Всем привет! В этом видео я покажу вам свои артбуки и скетчбуки. В этом году в конце февраля я завела страничку на патреоне, и я даже не ожидала, что будет так много людей, которые поверят в меня и помогут мне осуществлять свои небольшие творческие проекты. И всем я хочу сказать огромное-огромное спасибо! Это те ребята, которые поддерживают меня в данное время. На моем патреоне заведено так, что ребята, которые переводят мне ежемесячно от 10 долларов и выше, и являются юникорчиками с серебряным уровнем, получают разные подарки. И до этого всегда я отправляла какие-то штуки, которые были коллаборированными. Это были броши, это были переводные татуировки, это были стикеры. Но сейчас я готова вам отправить свою собственную индивидуальную авторскую продукцию. Я, конечно же, безумно всему этому рада, и просто миллион спасибонек вам всем. В моем артбуке 52 иллюстрации. Формат он имеет нестандартный. Это 203 мм на 148 в собранном состоянии. И я хочу поделиться некоторыми нюансами, которые нужно учитывать, если вы хотите создать, реализовать, напечатать подобную штуку. Во-первых, вам необходим макет. Если вы хотите, чтобы ваш артбук был скреплен на скрепку, то учтите, что количество страниц должно быть кратно четырем. То есть, общее количество страниц должно делиться на четыре. У меня это 52, это отлично делится на четыре. То есть, один разворот это четыре страницы, два листа. Обязательно узнайте в типографии, в которой вы собираетесь все печатать, каким образом вам нужно готовить макет. Я по этому поводу не могу дать какого-то общего наставления, потому что все типографии принимают макеты в разном виде. И требования у многих отличаются в зависимости от их оборудования. Я, например, отправляла все в формате PDF и верстала весь артбук просто по страницам. Причем не раскладывая это все именно по полосам. Я сохраняла только вот одну иллюстрацию, одну страницу в формате, в котором она должна быть напечатана. То есть, 203 на 148. Раскладку по страницам для печати мне уже делали в типографии, через какую-то супер программу. Я советую вам заказать цветопробу перед тем, как вы все соберетесь отправлять в печать. Причем печатайте ваш пробный экземпляр или просто пробные распечатки именно на той бумаге, на которой вы собираетесь печатать готовое изделие. Чтобы не было никаких расхождений по цвету. Ну и так вы сможете понять качество печати. И стоит ли вам печататься в этой типографии или же нет. И я прям очень сильно вам советую отправиться в типографию и посмотреть вживую на всю бумагу. Так вы сможете представить, на какой именно бумаге ваши артбуки, ваши иллюстрации будут смотреться круто. Этот же способ действует для всего остального. Для печати стикеров, открыток и любой другой полиграфической продукции. Постарайтесь написать хорошее, нормальное, грамотное письмо в типографию. Потому что от этого зависит отношение к вам и оперативность ответа. Если у вас будут неполные данные по вашему заказу, то вам постоянно будут задавать вопросы. Например, как нужно составлять письмо, если вы хотите подобный артбук? О чем нужно упомянуть? Вам нужно обязательно написать про обложку. Какой она будет? Двухсторонней. То есть печать будет с двух сторон и внутри, и снаружи. Или же печать будет только с одной стороны. Какая будет выбрана вами бумага для обложки? Какой будет общий формат всего изделия? Как оно будет крепиться на скрепку, спиральку, термоклей, еще как-то? Сколько будет страниц внутри? Как они будут напечатаны? Также с двух сторон или с одной стороны? И не забудьте указать бумагу. И еще один не менее важный момент. Он касается доставки. Если вы заказываете доставку в типографии, то обсудите время доставки и день. Так, чтобы про вас не забыли и ни в коем случае не подвели. К сожалению, я очень много раз сталкивалась с тем, что типографии работают плохо. Это касается всего. Очень мало типографий, которые ответственно подходят к своей работе. И которые способны вас не подвести по срокам и всем другим параметрам. Про саму печать и подготовку иллюстрации к печати. У меня все это скан. Очень хороший, качественный скан с большим разрешением. Плюс немного обработки. Но обработка такая, чтобы по цвету иллюстрация была максимально похожа на оригинал. В основном я везде чуть-чуть подкручиваю яркость и чуть-чуть подкручиваю контрастность. Все. Больше тут ничего по обработке нет. И если вы когда-либо печатали что-либо в типографии, то наверняка вы знаете о таком пункте, о таком условии, как предоставлять все макеты в цветовом формате. СМИК. Я один раз ошиблась и забрала тираж, напечатанный не в СМИК, а в RGB. И знаете что? Он был офигенно круто сделан. Это были просто лучшие цвета. Может быть это зависит от способа печати. Я печатаю все цифровой печатью, потому что тиражи не тысячные. И вот все мои макеты это RGB. Я ничего не переводила в СМИК. Поэтому нужна всегда пробная распечатка, цветопроба. Про артбуки, как мне кажется, я рассказала все, что хотела, все, что знала. Но если я что-то упустила, или у вас есть какой-то совсем другой вопрос, но, а я вдруг могу знать на него ответ, то пишите. С удовольствием, если знаю, всем отвечу. Хочу от артбуков перейти к блокнотам. Я сделала их с тремя разными вариантами обложек. Это Animal Witch. Я рисовала эту ведьмочку в прошлом году, во время Inktober. Тату-паттерны. С тату-паттернами выйдет в ближайшее время несколько других продуктов. Это будет стикер-сет для No Kids Stickers. Уже есть переводные татуировки. И я сделаю еще такие же кеды с компанией Converse. Я очень рада, что мои крошка-татушеньки и идея так принтовать разные вещи понравилась не только мне, но и другим компаниям и фирмам, которые предложили мне сотрудничество. Как только все эти продукты выйдут и поступят в продажу, я вам обязательно все покажу. Напишите, какая из обложек нравится вам. Я, например, точно отдаю свое предпочтение паттерны татулям. Ну и третья обложка это кактусы. Ну, по кактусам я угораю уже с весны. Никак они меня не отпускают. И эти кактусы скоро появятся в этажах, рядом с моими собакаторами. Ну, а еще с ними есть стикеры. И скоро появится несколько видов одежды с такими принтами. Об этом, обо всем тоже расскажу, как только все будет реализовано. Надеюсь, это видео вам понравилось. И вам понравились мои артбуки и блокноты. Большое спасибо за просмотр, за интерес к моему творчеству, к тому, что я делаю, к моему маленькому нарисованному миру. Ну, теперь уже не такому маленькому. Всем волшебной недели. Пока-пока. Тор, Тор, иди сюда. Тор, иди сюда, хороший Тор. Возьми. Тор, принеси. О, вообще Тор смешной.